Добрый вечер, уважаемые подписчики, слушатели, зрители и гости. Аудио-видео блога врача-психиатра доктора Джорджа Горбатова. Блог расположен на платформе YouTube. Сегодня у нас ещё 22 июня 2022 года. Местное время 23 часа, киевская и московская – 0. Итак, я доктор Джордж Горбатов. Продолжаю чтение глава 12 и глава 13 из книги французского психиатра. Генетика, скажем так. Специалиста в области наследственных заболеваний. Шарля Ферре. Нейропатическая семья, тератологическая теория патологической наследственности, предрасположение и выражение. Перевод психиатра П.П. Тутышкина, издание А.А. Карцева, Москва, 1896 год. Итак, сегодня я зачитываю вам две главы. Глава 12 – сочетание нейропатий и уродств. Большинство рассмотренных нами уродливостей встречается у субъекта или в его семье совместно с функциональными расстройствами нервной системы. Лица, нервная система которых страдает сильнее, чаще всего получают эти уродливости и при том в большом числе и в более тяжелой форме. У идиотов и слабоумных можно встретить расщепление позвоночника, заячью губу, разделение нервного свода и нервной занавески, грыжи, чрезмерное развитие жира, чрезмерную волосатость, остановку эмбрионального развития волос и всевозможные чрезвычайно резко выраженные уродства. У глухонемых часто наблюдали пигментный ретинит. Это данные Либрайха, который очень часто совпадает с другими множественными и разнообразными уродствами. У помешанных встречают аномалии, правда, менее грубые, но зато их находят все чаще и чаще с тех пор, как стали лучше изучать этих больных с морфологической стороны. При нейропатиях еще до сих пор чаще всего пренебрегают изучением физических признаков, несмотря на то, что они встречаются очень часто. В нервных болезнях, которым преимущественно приписывают случайный характер, найдено много самых обыкновенных аномалий. Лицевые асимметрии, уродливости уха, неправильное укрепление зубов, уродство пальцев и так далее. Эти признаки надо отыскивать, и, по правде говоря, они до Морреля усказали от наблюдения. Чем больше нервная болезнь зависит от случайных этиологических моментов, тем менее встречаются морфологические аномалии у пораженных ею субъектов. Со времени Морреля число физических признаков, наблюдаемых у дегенерантов, значительно увеличилось, и о самых важных из них небезынтересно будет напомнить. Гемофилия, тератологический характер, который нами указан, часто сочетается, данные гентрака, с нервными расстройствами. По словам Потайнина, гемофилию встречают также в семьях нейропатов и рейматиков. Общая тучность, особенно в юношеском возрасте, стоит в близком соотношении к нейропатической семье. Тучные субъекты часто происходят от нервно больных или сами страдают нервными припадками. Связь тучности с нервными страданиями яснее всего наблюдается при той форме её, которой дано название адипозитос долероза. Из расстройств эмбрионального развития, наблюдаемых у нейропатов рядом с тучностью, следует упомянуть о жировом диатезе гру-вайль-хирра диатезе липоматозе. Потон сообщает историю субъекта, который страдал манией величия и у которого найдены множественные и при том симметричные жировики. Такие же опухоли были наблюдаемы в сочетании со спиной сухоткой, артритическим диатезом. У предков их в некоторых случаях найдены алкоголизм и неврозы. На алипомы не следует смотреть, как на следствие артритического и нейропатического диатеза, но как на порог развития, совпадающий с такими болезнями, для которых, в свою очередь, главным этиологическим моментом также является порог развития. Далее следует отметить стробизм, косоглазие, часто наблюдаемое в нейропатической семье. Нам пришлось несколько раз отмечать у эпилептиков и помешанных существование двойной макушки на голове, как следствие аномалии развития головного конца позвоночного канала. Нередко случается наблюдать обеих полов совпадения аномалии развития волос, проявляющиеся в избыточном или недостаточном их росте, с нервными или психическими расстройствами. Ириланд сообщает о двух генеалогических рядах, в которых альбинизм, отсутствие пигмента, отмечено рядом с идиотизмом. Тот же автор указывает на Коломбома и Ридис у нескольких идиотов. Укажем также, что у тех же субъектов встречается неправильное укрепление зубов совместно с наклонностью их к выпадению. Заикание, которое наблюдается у многих нейропатов или субъектов близких к ним, а это из исторических личностей был Эзоп, Демосиен, Вергилий, Мальхербе, они страдали заиканием, является не столько неврозом в собственном смысле, сколько пороком развития. Я показал, что у заик уменьшена подвизность языка вообще при всяких движениях, при всяких. Заикание, как и костное языче, часто сочетается со слабым развитием языка, аномалиями нижней челюсти и зубов. Аномалии половых органов очень часто у помешанных и иногда даже играют важную роль в развитии помешательства. Врожденный фимоз, ну вот не закатывается головка, часто встречается у субъектов, страдающих душевными и эистереформными расстройствами. Ну вот такова 12 глава. Теперь глава 13. Исходная наследственность тератологических образований. Мы привели некоторые факты наследственной передачи уродливости, которые обязаны своим происхождением расстройством эмбрионального развития. Впрочем, все тератологи в общем держатся того взгляда, что все аномалии, совместимые с отправлением половых функций, способны к наследственной передаче. Но из видов тератологической наследственности до сих пор имелось в виду только сходная наследственность. О несходной же наследственности не было вовсе и речи. Между тем, это последнее в тератологии встречается так же часто, как и в патологии. Мне безинтересно несколько остановиться на этом несходстве деформации в семье. Я давно уже обратил внимание на этот пункт, и хотя очень трудно собрать все необходимые данные даже в одной семье, мне удалось все же получить важные указания. Я приведу только несколько примеров, которые в то же время указывают на совпадения в семьях нейропатий и уродств. О чем я уже раньше говорил, я разумею случай Оли Вир, наблюдавшего девушку с полуразвитыми конечностями, отец которой был паралитик. Случай И, господин Б, трактирщик, 38 лет, табетик, то есть страдающий спиной сухоткой, сифилитик. Нервных заболеваний в прошлом, насколько известно, не было. Готический небный свод, язычок с расщелиной, нижняя челюсть с объемистыми лемурными отростками. Неправильное укрепление зубов в альвеолярных дугах обеих челюстей, враженая опухоль волокнисто-хрящевой консистенции впереди левого козелка, две паховые грыжи. У брата его, единственного, произведена была операция заячьей губы. Больной имеет двух сыновей, старше 11 лет. Представляет резко выраженную асимметрию черепа и лица, асимметрию окраски радужной оболочки, смещение обоих зрачков кверху и внутрь, отсутствие завитков в обеих ушных раковинах, готический небный свод, неправильное укрепление зубов. В верхней челюсти, нижняя челюсть выступает вперёд. На первой части груди смуглое и волосатое пигментное пятно. У второго же сына первое прорезывание зубов сопровождалось судорогами. У него же обнаружено явление крипторхизма на левой стороне. Случай второй. Госпожа Г. истеричка. 30 лет. В своей семье она не знает ни нервных, ни подагрических, ни рейматических заболеваний. Её родный брат и сестра вполне здоровы, не обнаруживает никаких расстройств и никаких уродливостей. Мать её во время беременности была будто бы испугана, ударившей довольно близкой от неё молнией. Госпожа Г. имеет на левой стороне шеи широкое волосатое пигментное пятно. На теле ещё шесть таких же пятен, нёбный свод резко готической формы, с выпуклостью посередине, язык разделён по средней линии глубокой бороздой. Кроме того, на обеих ногах её два первых пальца снабжены плавательными перепонками. У неё первая беременность кончилась выкидышем на шестом месяце. Ей сказали, что ребёнок уродлив и не мог бы жить, но в чём состояло уродство, ей неизвестно. Второй её ребёнок, страдавший врождённым цианозом и пупочной грыжей, умер восемнадцати месяцев. У неё остались две дочери, одна шести, другая пяти лет. У старшей произвели операцию заячьей губы на левой стороне, на обоих ушах её завитки, не имеет складок. Заячьи губы на левой стороне. Не, это я уже читал. На обеих ушах её завитки, не имея складок, на обоих ногах два первых пальца, как и у матери, с перепонками. Вторая дочь обнаруживает очень ясную асимметрию окраски радужной оболочки, в лёгкой степени эпикантус и много пигментных пятен в области спины. Ну, вот так вот. Случай третий. Господин Д. Эпилептик. Сорока восьми лет. Начал страдать припадками только два года тому назад. Отец его был алкоголик. У него есть племянница, страдающая эпилептическими припадками с двенадцатилетнего возраста. Больной обнаруживает лицевую асимметрию, отсутствие раковины на левом ухе, значительно выраженные лемурные отростки, неправильное укрепление зубов на нижней челюсти, правую паховую грыжу, плоские стопы, плоскостопие. У сестры его на лице пятно цвета красного вина. Племянница эпилептичка представляет искривление позвоночника и носит грыжевой бандаж. Сестра последней имеет родимое пятно, покрытое волосами, в спиной области. У господина Д. трое детей, старший девятнадцати лет, стал ходить двух лет, а говорить двух с половиной лет. До восьмилетнего возраста исключительно, включительно он страдал недержанием мочи, заикается. Нижняя челюсть его развита плохо, зубы плохо укреплены, верхний край зубов выдается, на левой стороне крипторхизм. Далее следует дочь, девушка, семнадцати лет, которая тоже стала поздно ходить, но она хорошо говорит. Регел у нее еще не было, она имеет пупочную грыжу. Наконец сын и восьми лет страдал судорогами при первом прорезывании зубов. У него найден стробизм, косоглазие и врожденное расщепление небной занавески. Случай четвертый. Господин Р. 58 лет от роду, 9 лет страдает трясучим параличом, дрожательным параличом, паркинсонизмом, появившимся после расхищений, сделанных старшим сыном и бегства последнего за границу. На затылке у него широкое пигментное волосатое пятно, он страдает двусторонней паховой грыжей, у двух братьев такие же паховые грыжи, как и у отца. Один из этих двух братьев имеет сына с зайчей губой. Господин Р. имеет трех сыновей и дочь. Старший сын, преступник, обнаруживает явление крипторхизма. У двух других сыновей двусторонняя паховая грыжа. Один имеет широкое винного цвета пятно на левом плече, а у другого наблюдается резко выраженное заикание. Дочь, начавшая ходить поздно и говорить, по-видимому, не имеет никаких пороков телосложения. Но у нее никогда не было регул и нет детей, а ей двадцать пять лет, а замужем она уже семь лет, только младший сын женат. У него двое детей. Старший глухонемой, а другой косолапый от рождения. Случай пятый. Господин А. 5. Р. 52 лет, диабетик, имел несколько припадков меланхолического угнетения духа, совпадавших с уменьшением количества сахара в моче. Отец его был подагриком, два брата тоже подагрики. У женой его были истереформные припадки, но у ней, как и у него самого, нет никаких деформаций, которые бросались бы в глаза. Больно имеет четверых детей. Старшему двадцать шесть лет. Он стал ходить с трех лет, а говорить около двух с половиной лет. Речь его несколько косноязычна. У него наблюдается резко выраженная черепно-лицевая асимметрия. Также асимметрия окраски радужных оболочек. На нёмном своде, с левой стороны, у него растут два сверхкомплектных зуба. Второй сын двадцати трех лет. Также стал ходить поздно, но говорил, имея около четырнадцати месяцев от роду. До тринадцати лет страдал непроизвольным мочеиспусканием. Он имеет левостороннюю паховую грыжу и много пигментных возвышенных пятен на спине. Третий девятнадцати лет. Заикается. Наконец, дочь восемнадцати лет. Родилась семимесячной. Сложено, в общем, довольно хорошо. Регулы ещё не появились. Изредка проявляется привычное непроизвольное мочеиспускание. Уши без завитков. Пальцы на левой ноге с плавательными перепонками. Случай шестой. Госпожа Цэ, шестидесяти двух лет, всегда была здоровой. В детстве страдала судорогами и мигренями, которые начались около шести лет и прекратились только с наступлением климактерического периода на пятьдесят первом году жизни. Она страдала недержанием мочи до тринадцати лет. Времени первой менструации до этого возраста проявляла непредалимую наклонность кусать свою нижнюю губу, отводя назад и поднимая нижнюю челюсть. Кроме того, она грызла себе ногти и от этой привычки отстала только около тридцати лет после острой болезни, вероятно, типа. После трудовой жизни, свободной от удручающих нервных волнений, госпожа Цэ принуждена была много утомляться и приводить бессонные ночи по случаю тяжелой беременности и родов ее дочери. С этого времени она стала обнаруживать симптомы болезненного сомнения и мизофобии. Поперек раковины правого уха приходит корень завитка, который доходит до противокозелка. На левом ухе находятся два дарвиновских бугорка, болея имеет два объемистых лемурных отростка и неправильное укрепление зубов. На левой руке мизинец короче указательного пальца на всех пальцах ноги, чрезвычайно тонкие и гибкие. Кроме того, она имеет правостороннюю пропаховую грыжу. У дочери ее наблюдается очень заметная лицевая асимметрия. Правда, правая радужная оболочка темнее левой, а зрачок отклонен кверху и внутрь. Правая сторона лица паритично, парализована или ослаблена. С этой стороны ноздря очень уплощена. Правое ухо представляет тоже ненормальное развитие корня завитка и, кроме того, врожденную фиссуру, трещину, которая отделяет сзади дольку завитка. На правой руке указательный палец больше всех остальных, средний немного короче. Безыменный едва достигает корня ногтя среднего пальца. Мизинец, первая фаланга, которого находится в экстензии, в разгибании, представляет деформацию в виде крючка или лебединой шеи, а если его вытянуть, то он не достигает сочленения второй и третьей фаланги без именного пальца. На правой стороне существует авариальная гиперэстезия, ну, скажем так, придаток, да, вот этой гиперэстезии, то есть дотрагиваясь в области яичника правого, да, и там, значит, пациентка чувствовала, или это описаемая, описываемая личность чувствовала, значит, такую повышенную чувствительность. И гемианестезия, половинная, касающаяся общей чувствительности и высших органов чувств. Эта дочь, проявлявшая различные истереформные расстройства, имеет двух детей, из которых один ребенок глухонемой, имеет гипосподию. Внучка ее имела смещение мочевого пузырла и умерла от судора. Кроме этой дочери, госпожа Цэя имела двух сыновей, из которых один умер случайно. У него была двухсторонняя паховая грыжа, другой эксцентричен, мод, то есть мод, расточитель. Он был подвергнут хирургическому лечению по случаю двойного крипторхизма. Впрочем, относительно этих двух субъектов я обладаю только теми сведениями, которые мне доставила их мать. Вполне понятно, что аномалии, обыкновенно непризнаваемые профанами за уродство, должны были остаться незамеченными у тех лиц, которые не были подвергнуты надлежащему исследованию. Но как бы ни были не полны те наблюдения, которые я привожу, они, как примеры из громадного числа подобных случаев, все-таки вполне достаточны, чтобы показать несходство тератологических образований, связанных между собой наследственной передачей. С морфологической точки зрения, как и с психологической, семья дегенеранта имеет значительное сходство с детёнышами, высиженными курицей, в гнездо которой клали яйца все птицы с птичьего двора, а также некоторые из хищных птиц, которые являются для них исконними врагами. Впрочем, надо заметить, что если уродства могут быть наследственными или иметь связь с нейропатической семьёй, то часто они развиваются и вне этих условий. Наследственный сифилис часто проявляется в виде задержки эмбрионального развития, зародышевой кахексии, которая позднее выражается инфантилизмом, запоздалым прорезыванием зубов, микродонтизмом, деформациями головы, пальцев, расщеплением позвоночника и зайчьей губой. Путч указал, что чрезвычайно часто наблюдаются аномалии у незаконных детей в том случае, если оплодотворение произошло во время опьянения родителей, если или если была слишком большая разница в летах, вступающих в супружество и так далее. При тех же условиях, которые так часто играют важную роль, происхождении нейропатии. Ну, вот так вот. Две главы я вам, мои уважаемые слушатели, зрители, я зачитал. На этом я завершаю чтение на сегодня. Мне ещё надо ответить на вопросы в форуме. Вот. Поэтому я прощаюсь. У нас уже 23 часа 29 минут, но ещё 22 июня в Киеве и в Москве на час больше. То есть 0 часов 29 минут. Итак, я доктор Джордж Горбатов. На этом прощаюсь с вами. До следующих чтений. Скорее всего, вы уже либо спите, либо готовитесь к отходу ко сну. Поэтому я желаю вам крепкого сна и приятнейших сновидений. Спасибо и до свидания. Спасибо за просмотр. Продолжение следует...